Резонанс от отравления некачественным напитком стал поводом для регулярных неплановых проверок контрольных ведомств, в том числе полиции. В прицеле магазины разливных напитков и пицейные заведения. А мистери Сидори не слышали даже? Вот только когда началось все это. До этого он к вам не поступал? Нет. Никогда его не видели? Рейды рейдами, а убитых Сидором уже не вернуть. Предприниматели, на предприятии которого изготовили крупную партию мистера Сидора, на основе метилового спирта, задержали, доставили в Ульяновск и оголосили меру пресечения на время следствия. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Гусениного Анара Фатагом меру пресечения без заключения под стражу на срок 2 месяца, 0-0 суток, то есть по 4 августа 2023 года включительно. Анар Гусейнов заявил, что не знает, как и откуда яд попал в его продукцию. Не могу сказать, что это дело в оборудовании. Ну как? Действительно, как еще предстоит выяснить следствие, а на вопрос откуда уже есть ответ. Метанол был похищен за склада вещественных доказательств самарской полиции. Там опасный яд находился с 2012 года, проходил по другому уголовному делу. Буквально сразу, как стало понятно, что напиток с веселой этикеткой «Мистер Сидор убивает», правоохранительные органы начали изымать этот алкоголь из продажи. Известно, что он успел разойтись по полкам магазинов 11 регионов. В одной только Ульяновской области его отловили с избытком. Конкретно ориентированы и главы, и немедленно ориентированы, и Минсельхозы, Потребрынок. То есть сейчас все места правоохранительные как устанавливаются, а сразу немедленно изымается. Как уже было доложено, изъято уже более 6 тонн этой продукции. А всего по России более 37,5 тысяч тонн. Производители слабоалкогольных напитков считают, что «Мистер Сидор» отравил всю отрасль. Бизнесмены опасаются отмены моратория на проверки, ужесточения контроля и, уже как факт, снижения продаж. Покупатели начали избегать всего, что хоть отдаленно напоминает о страшных последствиях, которыми может закончиться отдых с алкоголем. Продолжение следует...